Здравствуйте, уважаемые друзья! Об этом и многом другом поговорим в программе «Тема дня» на Радио Монте-Карло. Сегодня мой собеседник, полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений, ГИБДД ОМВД России по Тверской области, Борис Евгеньевич Царицын. Борис Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с оперативной обстановки. Мы много говорили о том, как меняется принцип вождения в зимних условиях. И вот уже больше недели стоит холода, температура ночью минус, днем плюс. Все это опасно. И как это сказалось на аварийности в районах Верхневолжья? Ну, не буду плотно останавливаться на цифрах статистики. Скажу, что число дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю увеличилось более чем на 12%. Количество пострадавших в них граждан более чем на 16%. Ну, что отрадно отметить, число погибших лиц в результате ДТП за прошлую неделю сократилось более чем на 71%. Это все-таки сказываются зимние условия вот на причинах такой аварийности? Ну, несомненно, что да, конечно, и зима вносит свои коррективы, и нестабильная погода вносит свои коррективы. Ну, водитель уже постепенно начинает привыкать к зимнему вождению, начинает выбирать соответствующую скорость движения. В большей степени, конечно, все дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на прошедшей неделе, связаны с ошибками водителей, связанных с выбором скоростного режима. Опять этот скоростной режим? Да, конкретные дорожные условия. Это, опять же, обращу внимание, что скоростной режим выбирается исходя из погодных, метеорологических условий. В пункте 10.1 правил дорожного движения перечислено очень много факторов, и максимально разрешенный скоростной режим движения в конкретном месте не всегда при изменении погодных и метеорологических условий может обеспечить безопасность водителя и пассажиров. То есть изменилась погода, изменились условия, изменилась видимость в направлении движения, скорость должна быть ниже максимального разрешенного предела. То есть водитель уже сам должен определять, он чувствует машину, как она идет, какое сцепление с дорогой, и сам выбирать безопасную скорость? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Водитель должен выбирать скорость сам. Какие пожелания в связи с такой дорожной ситуацией, с погодной ситуацией пешеходам вы бы хотели сказать? О чем предупредить? Ну, изначально пешеходы. Разбирая последние дорожно-транспортные происшествия, которые были связаны с наездами на пешеходов, можно сделать вывод о том, что фактически все пешеходы, да не фактически, а, наверное, все пешеходы были одеты в одежду темных тонов. И при этом, соответственно, не использовали какие-то светоотражающие элементы на одежде. Ввиду этого водитель, соответственно, заметить их своевременно не мог, и, как следствие, это дорожно-транспортное происшествие. Вот хотя столько раз мы уже постоянно предупреждаем светоотражатели, да, обязательно. Ведь сейчас снега еще как такового устойчивого покрова нет, темно. Да, правила дорожного движения устанавливают обязательное ношение светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток вне населенных пунктов, но я бы рекомендовал все-таки и в населенных пунктах использовать светоотражающие элементы на одежде, особенно если она темных тонов. Это значительно повысит вашу безопасность. Тем более, что приобрести эти элементы довольно-таки просто, это, наверное, в каждом магазине, автомагазине, да? На всех отделениях Почты России, в автомагазинах везде есть светоотражающие стикеры, элементы, нашивки, пожалуйста, покупайте. Да и производители сейчас стараются шить одежду, в которой используют вот именно светоотражающий материал какой-то, особенно в детской одежде это наблюдается очень сильно. Вот мы сказали, что правила, которые необходимо соблюдать и пешеходам, и водителям, все эти правила фиксируются на системе фото-видео фиксации, да? Как идет тот же пешеход, как передвигается автотранспорт. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, да? Сколько таких приборов видеофиксации у нас на территории региона работает? К сожалению, начнем с того, что автоматизированная фото-видео фиксация, к сожалению, к большому сожалению, не фиксирует нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов. Она чисто физически не может это сделать, так как не может идентифицировать личность. Ну, вообще-то необходимо было бы это делать, да? Если у транспортного средства есть государственный регистрационный знак, по которому можно идентифицировать автомобиль, то пешехода, к сожалению, его никак не идентифицируют. Да, тем более, если это темный человек, на нем фамилия, имя, отчество и адрес проживания не написано. Да, что касается фото-видео фиксации, всего на территории Тверской области у нас используется в настоящее время 102 комплекса автоматизированной фото-видео фиксации. Из них на дорогах федерального значения 26 комплексов, на дорогах регионального значения 43 комплекса и в областном центре в городе Твери 33 комплекса автоматизированной фото-видео фиксации. Какие в основном нарушения? Вот мы сказали, что, к сожалению, пешеходы-нарушители у нас выпадают, их не идентифицировать, да? А если это автомобили, то какие это, как правило, нарушения? Ну, из всех фиксируемых административных правонарушений комплексами у нас 97% составляет это нарушение скоростного режима, но спектр на этом не заканчивается. Комплексы фиксируют нарушения, такие нарушения, как нарушение правила расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на сторону дороги, предназначенный для встречного движения. Соответственно, неуполнение требований по проезду светофорных объектов, это и стоп-линия, это и проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения, связанные с непредоставлением преимущества движения пешеходам на нерегулированных пешеходных переходах, ну и другие нарушения, под которые все-таки сертифицированы комплексы, которые они могут выявлять. В последнее время в ряде следственной информации сообщается о том, что приборы фото-видеофиксации будут фиксировать и другие новые нарушения. Вот что нового в работе комплексов ожидают всех участников дорожного движения в ближайшее время? Ну, Москва и Московская область в настоящий момент уже 16 ноября начали реализовывать пилотный проект, сертифицирован ряд комплексов, добавлены функциональные возможности. Теперь в автоматическом режиме на территории Московской области и города Москвы... Москва и Московская область. Да, фиксируются нарушения, связанные с неиспользованием водителя в процессе движения ремня безопасности и разговор по сотовому телефону во время движения. Это запрещено, да, сейчас правилами дорожного движения? Это запрещено правилами дорожного движения, за это существует административная ответственность, но вот в настоящий момент на ряде комплексов интеллект у нас расширен, и такая возможность реализована выявлять такие нарушения в автоматическом режиме. У нас на Тверскую землю когда придет такое нововведение? Ну, когда конкретно придет такое нововведение, наверное, сначала посмотрим, как сработает пилотный проект, как все-таки покажут себя комплексы, но мы уже рассматриваем возможность и, наверное, в ближайшее время выступим с инициативой, чтобы на территории города Твери организовать эксплуатацию одного такого тестового комплекса, вот как раз с таким вот функционалом. То есть пока эти нарушения не фиксируются, то есть еще разума у комплексов недостаточно, да? Требуется обновление программного комплекса. К сожалению, пока мы такого программного обновления сделать не сможем, пока не пройдет пилотный проект, посмотрим, как будет формироваться доказательная база. Ну, все это пока в рамках эксперимента. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области Борис Царицын. Борис Евгеньевич, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. А мы до перерыва говорили о тех нововведениях, которые пока проходят на территории Москвы и Московской области в качестве фиксации камер фото-видео наблюдений, непристегнутых ремней безопасности и сотового телефона, по которому говорит водитель во время езды автомобиля. Почему именно эти нарушения и чем они так опасны? Почему на них делан акцент? Ну, начну с ремня безопасности. Естественно, это нарушение, которое, на первый взгляд, является малозначительным. Но при дорожно-транспортных происшествиях мы зачастую фиксируем то, что если бы водитель был бы пристегнут ремнем безопасности, он бы не получил настолько тяжкие повреждения, а порой и погибал, соответственно, если бы использовал ремни безопасности. Как бы мне ни говорили, как бы меня ни убеждали, я верю статистике, я вижу статистику, я вникаю в информацию о каждом дорожно-транспортном происшествии и реально вижу, что в 99% случаев ремни безопасности на самом деле они спасают жизнь. Взять пример любого ДТП, когда погибает пассажир задний, который не использует ремни безопасности. После дорожно-транспортного происшествия, такого как столкновение, пассажир, как снаряд с заднего сидения, вылетает через лобовое стекло, получается, автомобиля, и бьется о встречное транспортное средство головой. И, как правило, получает тяжкие телесные повреждения, связанные с тяжелой черепно-мозговой травмой. То есть мы говорим о том, что необходимо пристегиваться как пассажиру на переднем сидении, так и обязательно на переднем. Я уже не говорю о передних, которые в первую очередь попадают под удар. Я говорю про задних пассажиров. Я уже начинаю отходить дальше, соответственно. Что это как бы априори, что сам водитель и пассажир пристегнуты. Даже если задний пассажир не вылетит, соответственно, из автомобиля, он ударится головой от переднего сидения и может получить, соответственно, высокий риск получить перелом основания черепа. А даже если он не вылетает, если он не пристегнут, то да. От удара от переднего сидения. А если бы он был пристегнут, то травма была бы незначительной, мы можем сказать так. Да, что касается разговора по сотовому телефону. Ну, опять же, статистика, опять же, ежедневный разбор дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на сторону дороги, предназначен для встречного движения. Ну, едет водитель. Дорога абсолютно нормальная, не скользкая. Хорошая дорога ни с того ни с сего. Водитель, соответственно, осуществляет выезд на сторону дороги, предназначенный для встречного движения. Где происходит столкновение, в результате которого гибнут люди. Да, можно предположить, что водитель управлял транспортным средством в утомленном состоянии. Но, опять же, то, что мы обнаруживаем на местах дорожно-транспортных происшествий, а зачастую, в принципе, в рамках следствия устанавливается о том, что в момент ДТП водителю был звонок на телефон, там, либо водитель звонил кому-то в момент ДТП, либо использовались какие-то соцсети в момент ДТП. Это в рамках следствия устанавливается. Либо, соответственно, при осмотре места ДТП находишь полностью разбитый гаджет, который, если бы не находился в руках, не было вот этой зоне столкновения, он бы не разбился. Полностью разбитые гаджеты находим. Мы констатируем о том, что есть достаточное основание полагать, что в процессе столкновения и выезду на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, всё-таки предшествовало использованию водителем транспортного средства, который совершил нарушение, использование вот как раз средства сотовой связи. Всё равно человек отвлёкся от дороги, а мы говорим всегда, это запрещено. Это всегда приводит к беде. Поэтому эти нарушения, они хоть и с виду малозначительные, они очень сильно влияют на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. И ещё, наверное, в этих условиях, давайте обратимся к родителям, которые перевозят детей, о необходимости детского удерживающего устройства. Если человек сзади, взрослый человек, сидит непристёгнутый и может таким образом закончиться для него столкновение, авария, то что говорить о ребёнке? Ребёнок, к сожалению, в процессе, если он непристёгнутый ремнём безопасности, перевозится в автомобиле, при столкновении ребёнок превращается просто в пулю. Он летит со скоростью пули и ударяется во встречный предмет вследствие того, что он лёгкий. Естественно, детей в автомобиле нужно перевозить в обязательном порядке с использованием до 7 лет. Значит, с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, на переднем сидении до 12 лет, только с использованием специального детского удерживающего устройства, ну и в дальнейшем использовать штатные ремни безопасности, которые есть у автомобиля. Взять себе за правило. Нет детского удерживающего устройства, соответственно, ребёнок никуда не едет. И даже такси, которые, да, не садятся, не должны садиться люди в такси, если там нет такого детского удерживающего устройства. Да, вызываешь такси, предупреждайте о том, что в автомашине будет перевозиться ребёнок, его возраст, вес и рост, соответственно, для того, чтобы таксист при выполнении заказа имел соответствующие сидения. Мы много раз в наших программах предупреждаем и родителей, и учителей о соблюдениях детьми, в первую очередь, правил дорожного движения. Это крайне важно, особенно когда ребёнок идёт из дома в школу, вот этот маршрут, да, школа-дом, дом-школа, когда нужно быть предельно осторожным и внимательным. Я знаю, что ещё раз на правила дорожного движения будет обращено внимание на онлайн-олимпиаде, которая вскоре состоится в школах города. Ну, вообще, в данной олимпиаде у нас может принять участие любой школьник. Олимпиада проводится на знании основ безопасного поведения на дорогах и улицах. Организована она для школьников в первых-четвёртых классах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пройдёт она с 30 ноября по 11 декабря 2020 года на платформе «Учи.ру». Организована она для того, чтобы сформировать у детей культуру безопасного поведения на дорогах. Зарегистрироваться и принять участие в олимпиаде может любой учащийся начальных классов. Олимпиада включает интерактивные обучающие и тестовые задания в понятном и интересном формате. По мнению разработчиков онлайн-олимпиады, целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым является ещё одним шагом в стремлении достичь нулевой смертности на дорогах. Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном кабинете на платформе «Учи.ру». День старта мероприятия 30 ноября 2020 года. Вот как раз сегодня, когда мы выходим в эфир. Да, да. Пройти их можно в любой удобный день до 11 декабря включительно. Участие бесплатное. Если вот так вот говорить, Борис Евгеньевич, мы говорим здесь об учащихся 1-4 классов. Это младшая школа, да? Вообще, правилам дорожного движения, по-вашему, с какого возраста нужно учить ребёнка? Правилам дорожного движения надо учить с детства. Уже с детского сада мы закладываем в детей, в наших детей основу безопасного поведения на дорогах и улицах. Сам отец троих детей, двое детей уже взрослых, уже к 30 годам, соответственно. А младшему ребёнку у меня 14 лет. Так вот, я с детства, ещё с детского сада пытался, чтобы он этой проблематике, а именно безопасности дорожного движения, уделял особое внимание. Ребёнок принимает участие во всех, является, во-первых, членом отряда ЮИД Конаковского района, принимает участие во всех мероприятиях, связанных с безопасностью дорожного движения. Ездил на профильную конференцию в Москву, где собирались такие же юидовцы, как он. Одного возраста нашёл себе очень много друзей, большой круг общения. Трижды был во всероссийском лагере Орлеона, где проводились профильные смены, как раз вот именно для отрядов ЮИД. Ну, я думаю, что это замечательно. Собирались юидовцы со всей страны. И вот сейчас вот даже в настоящий момент я иной раз где-то что-то отвлекусь, ребёнок мне делает замечание. Папа, ты делаешь неправильно, соответственно. То есть он уже понимает, что такое поведение, оно небезопасно. Я думаю, что он и со стороны не пропустит, если какие-то его сверстники будут нарушать правила. Я думаю, что он тоже не пройдёт мимо и сделает замечание. Вот как раз я хотела спросить, ведь мало, наверное, просто учить теорию. Вот это надо, это надо, так можно, так нельзя. Ну, нужно самому показывать реальный пример. Он на примере своего папы, да? Ну, вы в данном случае, да, сотрудник ГИБДД. Но это не значит, что и другие родители, кем бы они ни были по специальности, не должны учить своих детей. Конечно. Основы безопасного поведения закладываются с детства. И в детском саду, ну, наверное, это самый мощный фундамент, как раз вот закладывается именно в детском саду. Поэтому надо вот уделять внимание. Ну, и самому быть примером для ребёнка. Ведь лучше примера, чем родитель, соответственно, для ребёнка не будет. А какой пример может подать мама, которая тащит за собой дитё на запрещающий красный сигнал светофора или переходит дорогу в неустановленном месте? Ну, поверьте, что в дальнейшем ребёнок будет повторять вот всё, что делаете вы. Да, здесь только личный пример, конечно же. Можно 10 раз сказать, что нужно переходить на зелёный, а самому один раз всего перейти на красный. И ребёнок запомнит именно то, как вы сделали, а не то, что вы сказали, да? Давайте ещё раз обратимся к участникам дорожного движения. Где получать информацию об установленных комплексах фото-видеофиксации? И если человек едет в другой регион, как ему узнать, где его снимает видеокамера? Информация об установке стационарных комплексов, а также передвижных комплексов, является общедоступна. Она ни от кого не скрыта. Любой желающий с использованием официального сайта Госавтоинспекции МВД России может её получить, зайдя на сайт, выбрав регион и посмотрев места установки как стационарных, так и передвижных комплексов автоматизированного контроля. Скажите, как лучше платить штраф? В какой срок, если вам пришло письмо, существуют ли бонусы? Ещё раз напомню водителям. И почему вовремя необходимо платить? Во-первых, законодатель предусмотрел льготный период оплаты штрафа. Если вы намерены оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то сумма оплаты штрафа снижается вдвое. То есть заплатите всего 50%. Исключения составляют нарушения, связанные с повторностью. Там, к сожалению, 50%, наверное, не к сожалению, а в первую очередь штраф — это воспитательная мера. А если человек повторно совершил правонарушение, которое относится к разряду грубых, и на него накладывается увеличенная сумма штрафа, наверное, это будет правильно. О том, что 50% естественно заплатить нельзя, надо платить полный штраф. Ну а если человек отказывается вообще платить штраф, он игнорирует, и тогда уже в дело вступают судебные приставы? Да, служба судебных приставов нам в помощь в рамках 229-го федерального закона о взыскании штрафа, оборачиваться на имущество, ну и другие финансовые активы должника. Люди обижаются, блокируют карты. У них служба судебных приставов абсолютно правильно, потому что вы не оплачиваете своевременно административный штраф, не получаете постановление об административных правонарушениях, установленный срок. Они вступают в законную силу. Ну тут уже в соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации не получение постановления является риском того, в отношении кого оно вынесено. И после возврата в орган, который осуществил направление постановления, значит через 10 дней после возврата в орган вступает оно в законную силу. Отсюда пошли 60 дней. 60 дней. Борис Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ваш практический совет тем людям, которые не согласны с постановлением о вынесенном наказании, которое человек получил, куда обращаться, чтобы его протестовать, и какие это, как правило, случаи? Как избежать этого? Ну, в условиях пандемии скажу, что сейчас центр у нас на прямой прием граждан закрыт. Мы прием граждан не осуществляем. Он у нас ограничен. Ну, вызываем людей, когда и то с использованием средств индивидуальной защиты. Минимизировано общение вообще у нас с заявителями. Так, впредь мы работаем с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед. С 13.00 до 14.00 выходной день в субботу-воскресенье. Телефон центра 58-79-00. Постоянно на телефоне находится сотрудник, который даст квалифицированный совет, ответит на ваши вопросы, обращения. Если вы с чем-то не согласны, да, бывают ошибки, бывают ошибки и со стороны сотрудников, бывают ошибки и со стороны комплексов. Ну, со стороны комплексов реже чаще, конечно, бывает. Это же, да, человеческий фактор. Да, человеческий фактор. Ну, с таким объемом информации работать, естественно, глаз, как говорится, замыливается. Бывают иногда ошибки. Обжаловать постановление вынесенное можно, направив сканированную жалобу, в которой есть номер акта административного, который обжалуется, есть подпись заявителя, а в соответствии с кодексом постановление может обжаловать только то лицо, в отношении которого оно вынесено. Вот. Подпись. Ну, и, соответственно, в котором мотивированы изложены причины несогласия с постановлением по делу об административном правонарушении. Направив посредством, опять же, того же интернет-сайта госавтоинспекции, там есть отдельный раздел, там, ну, ЦАФАП, ГИБДД, ОМВД России по Тверской области, в адрес ЦАФАП можете направить жалобу, жалоба будет рассмотрена, установленная законом срок, и вам будет дан квалифицированный ответ и принято мотивированное решение по вашей жалобе. Ваш совет тем, кто уже продал свой автомобиль, а на него продолжают поступать жалобы о нарушении правил дорожного движения. Как быть в этом случае? Что необходимо предпринять? Прекратить регистрацию транспортного средства, если покупатель не выполнил свою обязанность перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней, нужно обратиться в любое подразделение МРЭО, представить договор купли-продажи, копию договора купли-продажи транспортного средства, который подтвердит переход права собственности другому владельцу, ну, и написать заявление, операция беспошлная, регистрация будет прекращена, тем самым вы себя избавите от поступления штрафов, вот когда возникают вот такие ситуации. Ваш практический совет тем, кто пытается перехитрить камеры фото-видеофиксации, сделать что-то, заклеить номера или что-то прочее, удается ли это и не напрасно ли такое делать? Ну, во-первых, у нас, как у сотрудников центра фото-видеофиксации, есть фотомассив, то есть мы можем провести определенный анализ кадров фото-видеофиксации посмотреть какие-то особенности автомашины, например, там, ну, в определенном месте вмятина. Ну, как ты не переклеивай номер, а ты не уберешь. Все равно. То есть мы можем установить первоначальное, у нас есть возможность путем исследований фотоматериалов установить первоначальный государственный регистрационный знак. Ну, а в дальнейшем я сразу хочу предупредить, кто хочет видоизменить свои государственные регистрационные знаки, либо использовать материалы, которые воспрепятствуют их прочтению, что за это кодексом у нас предусмотрена отдельная административная ответственность, отдельная административная ответственность, вплоть до лишения специального права на срок от 4 до 6 месяцев. Ваш еще раз практически несколько слов буквально совет всем участникам дорожного движения. Ну, что хотелось бы сказать. В сложный осенний, весенний, зимний или зимний-весенний период, наверное, на первую половину весны этот совет тоже будет актуальный. Хотелось бы, чтобы каждый руководствовался пунктом 10.1 правил дорожного движения и выбирал ту скорость движения, которая бы соответствовала погодным и метеорологическим условиям. Минимизировав в процессе движения маневры, связанные с перестроением, с обгоном, лишний раз подумайте, а нужно ли это вам? Чем меньше маневров, чем меньше перестроения, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Ну и пользуйтесь активными средствами защиты, такими как ремни безопасности, исключите разговоры по сотовому телефону, отвлечения во время движения. Не управляйте транспортным средством в утомленном состоянии. Если вы устали, чувствуете, что вы устали, остановитесь, отдохните определенное количество времени. После этого продолжите движение. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был полковник полиции, начальник Центра автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений ГИБДД ОМВД России по Тверской области, Борис Царицын. Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго.